Идем дальше. Шеффилд Юнайтед против Вестхэма. Шеффилд супер симпатичная и классная команда прошлого сезона. В этом сезоне делает то, что прогнозировали в прошлом. То есть команда идет целенаправленно в чемпионшип. Не поменялся состав, даже усилились, но подопечные Кристо Уайлдера почему-то не могут начупать ту игру, которая была в прошлом сезоне. Возможно, уже просто команды привыкли к тому, как играет Шеффилд. В прошлом сезоне никто об этой команде не знал, и, соответственно, Шеффилд набирал очки. И вот в этом сезоне этого не получается. В итоге Шеффилд пока без побед, и это главный фаворит на то, чтобы оказаться в чемпионшипе. Ну а Вестхэм после прихода Дэвида Мойса в начале этого сезона, на старте этого сезона, выглядел очень беспомощно. Было очень больно смотреть на Вестхэма, но по ходу сезона Дэвид Мойс все-таки начал доверять игрокам именно тем, кто делает хорошую атмосферу в команде, не как Марк Нобелл, экс-капитан Вестхэма, который в заявку даже не попадает. И все из-за того, что он критиковал и руководство, и Дэвида Мойса, и так далее. В общем, Марк Нобела нет в старте. В старте есть те игроки, которым доверяет Дэвид Мойс, и они приносят результат. В общем, я к тому, что здесь Вестхэм должен по-хорошему набирать свои три очка. Когда играет Шеффилд, особо мы голов много не наблюдаем, поэтому здесь я тоже буду рисковать. Поставлю P2 и Total 2.5 меньше. Мне кажется, что Вестхэм сможет добыть труднейшую победу, но победу все-таки добудет. Что-то наподобие 0.1-0.2. В итоге ставлю победу Вестхэма и Total 2.5 меньше.